Добрый день всем! Сегодня у меня короткое видео о том, как из пяти компонентов сделать хлебцы. Готовить их несложно, единственное неудобство в том, что придется ждать, пока они высохнут. Поэтому готовьте сразу побольше. Основа у нас очищенное зерно пшеницы, овсяные хлопья, сушеный сельдерей, морская соль и тмин. Давайте начнем. Предварительно я замочил и прорастил пшеницу за два дня вот до такого состояния. В следующих роликах я покажу, как я это делаю и какое приспособление я для этого использую. Получились вот такие вот проростки и сейчас я из них буду делать хлебцы. Кстати, из пророщенной пшеницы можно приготовить не только хлебцы, но и добавлять их в салаты. Сейчас я их буду перемалывать в обычной электрической мясорубке. Вот сколько молотого фарша у меня получилось из пшеницы. У меня изначально был всего лишь один стакан пшеницы. И за эти два дня она проросла. Предлагаемому рецепту для разнообразия можно при желании добавить льняное семя или подсолнечные семечки. Кстати, если в этот рецепт хлебцев добавить сладкие фрукты, то получатся очень вкусные печеньки. Двумя частями разбиваем в кофемолке овсяные хлопья до состояния муки. Вот такая мука получается из хлопьев. Не надо переплачивать покупать овсяную муку в магазине. Добавляем немного воды и все наши ингредиенты перемешиваем. Но если вы хотите получить более тонкое тесто и получить чипсы, то нужно добавить побольше воды до состояния пюре и затем намазать тесто на тефлоновый или пергаментный лист. Отправить в духовку или в дегидратор. И сушить при температуре не более 40 градусов, часов 12. У меня же рецепт более толстого теста, которое пригодно для бутербродов и как основа для пиццы. У меня получается вот такое тесто. Сейчас я его раскатаю в блины и буду их сушить. Для раскатки этого теста в блины потребуется дополнительная мука, которую я сделал ранее из овсяных хлопьев. Всегда нужно оставлять немного муки при запас для раскатки. Вот такой блин теперь ставим на просушку в духовку. Он получился у меня вот таким вот тоненьким. Тесто получилось очень тугим и плохо раскатывалось. Но я думаю, что хлебцы получатся очень вкусными и потраченные усилия будут того стоить. Я рекомендую вам делать раскатку блина на хлебцы сразу на пергаментной бумаге. Так удобнее. На нем же вы переместите полученные хлебцы на противень и в духовку. Либо же поставите на солнце на просушку. Так будет намного удобнее перекладывать их с места на место. Вот такой второй блин получился. И теперь перехожу к третьему. Из последнего кусочка я решил сделать основу для сыроедческой пиццы. Вот такая основа для сыроедческой пиццы у меня получилась. Как видите, я ее сразу нарезал, чтобы придать кусочкам четкую форму пиццы. Предыдущие раскатанные блины я решил нарезать на вот такие вот квадратики, которые потом можно будет использовать как основу для бутербродов. А маленькие края, которые вы видите здесь, пойдут на пробу и на посыпку к салатам. Так как сейчас у нас очень жаркое лето, я решил выставить все противни на солнце. Сейчас температура достигает более 40 градусов на солнце. Нет никакого смысла в таких условиях сжечь электричество или газ. Вот такие хлебцы получились у меня из пророщенной пшеницы и овсяных хлопьев. Они были просушены на солнце 4 часа. Солнце было палящее, я вам видео показывал. Их можно есть с медом, можно есть с соусами, можно есть с прикусством с салатами. Очень полезно и вкусно. А также у меня будет отдельным в следующем видео основа для пиццы. Мы посмотрим, как можно будет быстренько приготовить пиццу. Приятного аппетита! Приятного аппетита!